Всем привет! Меня зовут Юлия Бадина. И как вы знаете, символ 2020 года это крыса или мышка. И сегодня Глеб расскажет именно о них. У меня живут сетеновые мышки. Они очень легкие в уходе. И сегодня я расскажу, как мне нужно ухаживать. Начнем с уборки. Субтитры сделал DimaTorzok Во время уборки следите за тем, чтобы ваши мышки не сбежали. После того, как вы вымыли и протерли насухо аквариум, нужно засыпать туда пинки. Лучше использовать прессованные пилки, так как они хорошо держат полок. Ставим домик, колесо и кладем возле домика салфетку. Ее рвем на несколько частей, чтобы они могли сделать из нее пустов. Мешаем баюку со свежей водой. Ее нужно менять каждый день. Нужен корм для грызунов. Насыпаем корм. Корм для грызунов. Я насыпаю две ложки, потому что у меня две мышки. А на одну мышку нужна одна ложка. Можно запускать шитель. Это сатиновые мышки. Называются они так из-за того, что у них блестящая шерстка. Этих мышек лучше содержать в аквариуме. Так как они могут пролезть через прутья клетки. Аквариум также нужно закрывать крышкой, чтобы они не вылезли. Так как они очень плодовитые, нужно содержать либо одного солнца, либо несколько самок. Как вы видите, за этими мышками очень легко ухаживать. Если ваш ребенок подвесно подойдет к ним, вы можете снова заводить их. Эти мышки очень милые и ласковые. Если вы все-таки решились их завести, то объясните ребенку, что это не игрушка, а живое существо, которое нуждается в любви и заботе. Всем удачи! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова